так 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 лайков маловато 538 давайте и подписка хотя бы чтобы было 450 это уже более менее будет на 500 я планировал но я думаю что после этого турнира конечно можно было бы еще со зрителями поиграть но это немножечко отходит от обычной моей концепции от обычной моей концепции так снова у меня лебедев ну давайте главную такую ситуацию сыграем сыграем вот такую ситуацию давайте слона сюда что он так сильно хочет слона на f5 поставить любит слона на f5 просто обожает слона на f5 аж 5 сейчас может сыграть такие вот партии у нас происходит общий счет 14 10 но как-то в последнее время он так активизировался этот шахматист неплохо стал играть ведь занимается может быть просто много играет могут быть разные тут причины такого усиления так думает соперник не знаю что делать вернее он знает но выбирает что ему делать в этой партии сюда пошла пешка она вот так не пустим далеко ее не пустим сюда забрал хочет разменяться а я вот так сыграем пускай тут пешка тоже станет правда конечно не совсем хороший ход всем заберет ну давайте это дослоном заберу слоном ладью и там потом кони в 4 но не знаю кони в 4 какой-то ход такой тревожный тревожная кнопка этот ход очень тревожная кнопка туда опять как-то носите такой стиль у соперника такой я бы сказал рыхловатый король у соперника всегда рыхловатый король и вот он пытается немножко так ну кони в 4 да ну что дальше рыхловатый король а теперь на f5 теперь конь пришел да а если я на d5 побью подожди дорогой если я побью на d5 то это все дело ну там держится или как или там что-то задумано на взятие но все равно конь станет на f5 я понимаю но и ладья вернется и при этом еще съел пешку но теперь он рокернул теперь водя действительно под боем ну ладно давайте верну обратно конечно ладья д7 может быть правильный был выбор но теперь он хочет что-то показать давайте так сыграем пока принципе ферзи 4 можно попробовать ферзи 4 давайте ферзи 4 пешку съел а дальше что дальше как дальше d5 хотелось бы но хочет b5 продвинуться как-то мне надо тут решать вопросы насчет королевского фланга если я попробую сейчас вот так сыграть что там будет сыграю пока вот так то есть может быть ладью на е4 и дальше дальше заберу наш 4 а там ладью наш 8 хочет тоже интересный вариант ладью наш 8 а если я вот так пока сыграем син коня 6 то я уже могу ферзиом отойти там же конь защищен ладью то есть тут какие-то идеи может быть даже взятия на е6 конь е4 тоже неплохая идейка так взятия на е6 тут вообще работает то нет приконе на этом поле не работает приконе на этом поле не работает а если я попробую пока так покатать пока так 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 что-то ладеечка моя вот застряла там она давайте верну теперь f6 это взятие на е6 и принципе я и так на и 6 хочу забрать 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 на е6 потом с этой стороны сюда сюда ну да кстати указал на недостатки плана с тем конем как-то не сладил я давайте вернем на это поле по времени немножко проседать начал сюда забрал сюда забрал пешка хочет вперед тоже пойти пешка хочет пойти вперед вперед если я вперед пойду заберет то нам не нужно ну давайте тогда так наверное пока на на b4 а c4 могу забрать я пока не хочу давайте пока так ну и d5 там тоже достаточно неплохо будет ладья на h5 немножко не так смотрится хотя там может быть размен если он к ним отскочит давайте так сыграем все размен то то можно и ладьёй отскочить может ладьёй действительно забрать если он возьмет если он возьмет я ладьёй дальше ферзь е5 ферзь е5 ладья d7 появляется возможность хочет разменяться да все так он напал на пешку ну давайте тогда так тогда так если он заберет то мне можно тоже ладьёй забрать а не хочет ну давайте тогда так ну а как дальше сзади пешки станет да ну а я же тоже могу сзади стать а если я вилку он заберет я забрал это ничего не даю нет надо как-то вот так становиться там что тактики тактики никакой не зевнуть ладья на h5 в таких структурах конечно ну такая да это он пытается перекинуться но подожди я же фигуру выигрываю я же выигрываю фигуру на c4 может забрать сейчас да на c4 надо брать да 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 но тут все равно безнадежная позиция абсолютно безнадежно и даже к пешке б они прицепятся ну понятно да понятно не сдается соперник сдается ну пешку я отнимаю просто простыми очень методами ну понятно да 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 но но сдаться нет никак не знаю то есть уже сколько мы на партии наиграли но соперник этот ведь до конца просто идет и надеяться на на чудо чудо-юдо вот такую позицию только только что я видел в партии марии музычук против шахматистки из венгрии она тоже вот так вот очень долго играла настолько насколько могла и и надеялась на чудо но чудо там не произошло ну я конечно не мария музычук это я понимаю но ну соперник бы ну хотя в принципе он тянет время и с точки зрения борьбы за первое место это правильно ну давайте ладьёй заберу пата чтобы не было так точно пата чтобы не было то есть как тут выигрывать выигрывать по разному хотя может быть я мог выиграть иначе немножечко но сыграл как сыграл главное чтобы не было пата то есть пат это такое дело хитрое и не всегда этот пат замечаешь сюда сюда шах давайте так пока сыграем можно было в принципе шах и так пока сыграем чтобы там не было троекратно еще что на троекратная на русь так ну давайте с этой стороны зайдем с этой стороны то есть тут уже в чате наверное написали как можно выиграть как нужно было выигрывать ну на ход король х6 я просто мат ладьёй поставлю там так тут пата нету это не патовая позиция и фишка в том да что даже если пойти король х5 то все равно будет мат смотрите сдвоенные пешки хороши тем что вот елочкой не пускают короля ну соперник героически сражался до конца но видимо потеряв пешку тут уже безнадежно было спасибо за игру ну 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 ну